Про вопросы законности. Вопросы законности выниматели решают, что вообще законность это вопрос соглашения. То есть что так? Когда нас спрашивают, на самом деле равно 10, существует число, которое больше всех культурально, существует число такое, что 1 меньше x, 2, то есть 1 плюс 1 меньше x, 1 плюс 1 плюс 1 меньше x и так далее. Итак, это вопрос не про природу. В природе вообще нет никаких чисел, особенно действительных, но натуральные, может, еще есть одно небольшие. А действительных чисел никаких нет. Это вопрос соглашения. Вопрос, как мы построим множество действительных чисел, что мы от него им требовали. И это некоторая аксиома. Мы считаем, что какое бы мы ни взяли число x, на него всегда может дойти конечным числом шагов прибавления единицы. Это называется аксиома Архимедра. И она, в принципе, из других законов алгебры никак не следует. Потому что мы можем себе представить, что у нас, допустим, помимо всех чисел, есть еще бесконечно малое число, которое меньше всех. Ну, или даже бесконечно большое. Давайте мы обозначим на момент. И пусть мы разрешим использовать его просто как букву. То есть, если она есть, мы можем сложить его там с каким-то числом. Или можем его взвести в квадрат. И вообще разрешаем все числа или разделить там омега плюс один на омега минус один. Мы договоримся, что оно больше всех футбуральных чисел. Больше всех таких сутбурных. И дальше разрешим рассматривать все такие числа такого вида. Что такое больше? Это вопрос соглашения. То есть, нам нужно определить. Вот, как мы знаем. Вот у нас какие-то дроби. П от омега, деленное на ко от омега. И какая-то другая дробь. П один от омега делить на ко один от омега. Мы хотим узнать, ну вот, например, вот омега плюс один, деленное на омега плюс один. И омега в квадрате плюс один на омега в квадрате. Омега бесконечно большое. Какое из этих чисел больше? Как это выяснить? Если оно бесконечно большое. Омега бесконечно большое число. Какое из этих чисел больше? Равны? Нет, они не равны, но они отличаются не бесконечно малые. Но какое-то из них больше. Как узнать такое? Второе. Второе. Второе больше, вы говорите. А почему второе больше? Если омега – это число, стремящееся к бесконечности, тогда будет так? Ну, число, стремящееся к бесконечности – это тоже некоторое такое парадоксальное явление. Это число или процесс? Это так вопрос тонкий. О, давайте это число равняется омега плюс один на омега плюс один, а это домножим то же самое, числитель и знаменатель на омега плюс один. Тогда получится, что здесь омега плюс один как раз, а здесь будет омега квадрат плюс два омега плюс один. А омега больше любого числа, ну, соответственно, оно больше нуля тоже. То есть это число больше. Вообще, если мы захотим сравнить две такие дроби, мы можем взять их разность и посмотреть, будет она положительный отрицательный. То есть это общее правило. Но, в принципе, вообще-то, если это бесконечно большое число, то тогда они равны? Нет, они не равны, они отличаются бесконечно мало. Смотрите, можете мы разбирать, например, в начале 1, 1, 1, 1 и... Вот. Я как раз про это и говорю, что это вопрос соглашения, что можно было бы так определить действительные числа, чтобы они были разными. А можно потребовавшим было аксиома Архимеда, и тогда это будет одинаково. Законность в этом вопросе — это вопрос закона. То есть если мы объявим такую аксиома Архимеда законом, тогда они будут равны. Но она не обязательно выполняется. Можно было бы обнимать угло 9, 9 и будет равно 1. А в принципе, в принципе, можете представить себе другое действительное число, в котором жизнь будет устроена иначе. В котором будет вот такое бесконечно большое число, и их можно будет сравнивать, и это будет бесконечно малая разница. То есть какое из этого правильно сказать нельзя, потому что это вопрос не о жизни, а о нашей договоренности. Но, конечно, эта договоренность должна быть разумной. Если мы что-то потребуем, что нельзя осуществить, и с чего будет получаться противоречие, то это плохо. Но вот, значит, отдельный большой рассказ, какие аксиомы числа мы принимаем, почему они существуют. Вот если вы поступите когда-нибудь на первый курс какой-то кинематического факультета, то по традиции там обычно начинают с этого. Такое построение можно сделать, но, в принципе, пока мы его не сделали, пока мы не договорились о нашем законах, спрашиваем, равно ли это этому нельзя. Но, в принципе, мы уже договорились. Ну, кто мы? В математике договорились? В математике получается число равных. А в математике принято считать, что в современной традиционной математике принято считать, что это число равных. Ну, а бывают такие нестандартные анализы, в которых есть бесконечно малые числа, в которых ксиоматемеда не выполняется, которые тоже вполне можно законно построить, и там будет всё сложнее немножко. Но там это тоже можно себе представить. Есть мейнстрим, то, что называется. Это что аксиома Архимеда верна, что ограниченная возрастающая постоянность имеет предел, что бесконечно этичные дроби все имеют смысл, что дробь, клеящаясь с девятками, то же самое, что единицы, и всё такое. Это вот стандартная точка зрения. Ну и вот она, её можно обосновать. Значит, она на самом деле есть аксиома Архимеда, но ещё есть аксиома точно вверху не гранит. Что если мы рассмотрим какое-то множество, то и оно ограничено, то из всех верхних граней для него всегда можно выбрать наименьшую. Вот имея эти две аксиомы, на самом деле из этой этой датикали, можно уже там обосновывать все эти построения полностью. Но это кратко о законности. Всё, спасибо за внимание. Спасибо большое.